Привет! Привет! Какая большая проблема для этого места? Что для вас? Я думаю, что самое важное это отношения Как думаете, сколько получают зарплату полярники? Сейчас пообщались с Сергеем, он рассказал, что у него самая топовая здесь зарплата, потому что он уже третий раз здесь Ребята, объясняю, как это все работает Эта тарелка передает сигнал на спутник, который над экватором Как вы без нас прожили еще одну ночь? Больше плохо, мы так привыкли вчера Что будет, если пингвина засунуть в пиранью? Спасибо! Пока-пока! А где ты? А где ты? Аргентина Давай! Давай! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, туда подвиньте Если вы на корабль Обязательно должны перевернуть свою карту Вот моя Я ее переворачиваю Пока все карточки не будут зеленые корабль не имеет права отходить Смотрите, сколько еще людей не хватает Ребята, играем в такую бизнес-игру Садимся У нас есть ровно минута на то, чтобы познакомиться То есть первую минуту рассказываю, допустим, я Вторую минуту рассказывает Илья, какой у нас бизнес Чем мы занимаемся И потом пытаемся в течение минуты договориться о чем-то Чем мы можем быть друг другу полезными Соответственно, если мы договорились, мы поднимаем руки И можем меняться То есть по кругу смотреть, сколько людей играет Все бизнесмены Меня зовут Илья, я с Нижнего Тагила Компания TRM Занимаюсь производством бурового инструмента Навесного оборудования для спецтехники Такого, допустим, как буровая мачтона Экскаватор Или там гидромолот Так называемый рипер Для разрушения Здравствуй, Саша! Привет! Мой любимый видеоблогер Знаешь, уже сомнений Больше я люблю Кондрашова или жизнь бить Даже не знаю У меня есть хобби Помимо того, что я занимаюсь рекламой в интернете 12 лет Я вождь киберспортивной команды Каманчи Мы выиграли квоту на чемпионат мира Поедем биться в Китай Дима, Фонд развития TRM Инвестируем в IT-стартапы От 2 млн. рублей До 180 млн. рублей И стараемся вырастить на российском рынке Новые компании типа Касперского, Яндекс, МЭЛА Ну или, может быть, чуть меньше Нешевых компаний Константин Беляков Серийный предприниматель Любил создавать что-нибудь новенькое Что-нибудь всегда такое Классное, чтобы вышло на рынок Один из менеджеров, создатель И организатор процесса Чтобы вся система защиты Нашего телевизионного сигнала Первого мультиплекса Перешла на российские стандарты Привет! Я Саша Я Антон Занимаемся антифрод-системами Это системы, которые выявляют Делают анализ большого объема данных Делают это быстро И выявляют возможные мошенческие операции Для сотовых операций И вот сейчас сделаем для банка Меня зовут Ростислав Шатенок Я из Москвы У меня свой консалтинговый бизнес Компания Альхаус Групп У нас есть несколько Управлений Это консультирование По налоговым и лидическим вопросам Включая то, что сейчас Идеофшеризация Кики И все, что с этим связано Меня Саша зовут Тебя? Привет, Рената Отлично, ну рассказывай Наверное, можно сказать Что я являюсь владельцем Капсульного отеля В Шереметьево Воздушный экспресс Меня зовут Владимир Я занимаюсь транспортом, логистикой У нас таких здесь трое Важно Смотрите, пацаны Я вас сейчас познакомлю С офигенным чуваком Его зовут Георгий Георгий сказал, что Он хочет обеспечить Всю страну Новыми источниками питания По секрету Хочет весь мир Вот Георгий Думаю, даже этого мира всего мало Амбициозно может сказать Может быть, даже другие планеты Если там есть ветер и солнце Если есть ветер и солнце То это наша тема А действительно Мы можем делать лучшие ветрики Которые выдерживают даже Такие порывы ветра Которые сейчас за бортом А можно в деревню поставить? Можно в деревню поставить Если ваша деревня находится в интернете Не-не, погоди Вот смотри Я живу в обычной деревне Фотомоскопе Не хочу платить за них Можно я в деревню поставлю что-то Что у меня будет вставать? Ну, нужно посмотреть Если есть место, где создается ветровой карман Либо это берег реки И ветер дует постоянно А тут и наша тема А тут и наша тема Карточку перевернули, ноги купаем Привет! Доброе утро! Как жизнь молодая? Ничего Рано правда Ты проспал завтрак, да? Нет, я не пошел А львы где? Морские львы Они также на берегу где тусуются? Да Подальше Они опасные? Львы? Да То есть если самцы там Весом 4, то это... Это львы и леопарды это мы тоже Да А еще львы Славные Морские славные Они нападают на людей? Нет Ну, они не коврут его На суше У нас вообще никто не может Вообще никто Только полярный пьяный Не знаю, если найдете Сейчас поищите Миш, ну тщательно Ну кто так моет? Миш Вот занесешь пингвинам всякую гадость Утро начинается не с кофе От жодиака Что ты до него докопался? Лови его Лови его, к пираньям кинем Что будет если пингвина засунуть к пираньям? В холодильник из-под пива засунем Привезем домой Командная работа Лови Главное, чтобы замеса не было Интересно, что будет если пингвин сад... пингвин... кто кого сажает? Они что, едят пингвина что-то? Конечно Они обожают пингвинятину Сергей Евгеньевич, Савицкий, из Питера А вы какой должность здесь занимаетесь? Режиссер Кипа Отлично Давно работаете? Ну, уже вторая зимовка тут у меня Расскажите обычным людям, как вас угораздило попасть в полярники? Очень просто занимался ремонтом квартир с образованием Сказали, с такими руками только в Антарктиду Приехал в институт, мне сказали, что таких специалистов нам не нужны Я думал, ну и замечательно А потом позвонили, говорят, все-таки нужны Ну, сложно вообще, честно скажите? Чисто психологически сложно И надо бы ехать, конечно, знать свое дело И тут в основном ребята, которые специалисты Лично я переживал то, что, как ни парадоксально, тяжело остаться одному Все время-то на виду, ночью, днем Ну, все время В 8 часов на завтрак В 9 на работу В рабочий день В часу до 2 обед Что всем ужин Ну, обычно так в 6-5 заканчиваешь работу А чем занимаетесь в основном? Какая работа? Что конкретно вы делаете? Так, я инженер Кипа, что я делаю? Мою посуду, когда дежурю, да? Мою полы, туалеты А по специальности занимаюсь в основном очень много монтажа Ну, лампочки там, вся электроника, конечно, на мне Дежурство на ДС Ввод нового оборудования Мы сейчас компьютеризировали дизельную станцию То есть, очень разноплановая работа Ну, а что самое сложное в жизни полярника? Да, да Это с коллективом сойтись Ну, а расскажите какой-нибудь случай Был интересный за все Сколько вы здесь находитесь? Интересно, ну, во-первых, у нас очень богатый животный мир Меня вот, он всех радует Это вот пингвины вчера пришли двое Около Деста чевали Чулени замечательные Вот птицы поморники летают Они все окольцованные И бирка, которая у них на лапке А у них там латинские буквы Вот есть поморник РХЗ Там написано Он даже позволяет себя погладить Вы уже всех по именам тут знаете? Да, там другие, там еще какие-то уже Вот они сейчас прилетели где-то в неделю-три Это очень скрашивает и быт, и вообще Скажите, вот здесь вот соседи интернациональные Как с ними проходят отношения? Очень хорошо, но мешает, конечно, за кого барьер А сколько вам лет? Мне 53 53 года Вот здесь в основном в возрасте Или молодежь тоже кто-то есть? И молодежь, вот у нас повар сколько? 26 лет Спасибо большое Пожалуйста Я думаю, спасибо 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 нашему председателю Уже лопату И возможность поработать Не только головой Не только головой Приятно вообще в Антарктиде работать Чувствуете себя чуть-чуть полярничками? А то Поработать лопатой в Антарктиде И я вам скажу, это очень круто И ловиком опробуй Подожди Пошли, ребят Перекур Саш, приходи еще Мы тебя очень рады Подожди 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 Вот не говорите, что я халявщик Блогер Я могу еще и копать А могу и не копать Опять Опять связь будет через Чили передаваться Все то же самое Один к одному Опять тут Другой тарелки На отеле, да? И интернет будет Просто в прошлый раз говорили, что кто-то сидел на крыше отеля Да Серега Сергеемиров И в этот раз сидел Но не в отеле В этот раз У нас есть фотография Где Охажение Вот такой вещь В минус там 20 А в этот раз где? Ну как же в Минус Айресе Ну не отеля уже что Ну там такой Узел связи Каждому свое Надо это Снять вот это Ребята, объясняю, как это все работает Эта тарелка Передает сигнал на спутник, который над экватором В Аргентине сидят наши же ребята с двумя такими тарелками И принимают на одну из тарелок этот сигнал Дальше они отправляют этот сигнал на вторую тарелку Которую отправляют на второй спутник над экватором И он уже переправляют в Москву В общем спутники висят над экватором Потому что они там неподвижны С точки зрения скорости вращения земли Спутник вращается с такой же скоростью, как вращается земля То есть поэтому он называется геостационарным Здравствуйте Вот здесь, да? Да Это мирный? Да, это прогресс Это Новолазаревская Самая жопа вот здесь, да? Почему нет? Нет, вот станция востока По центру Антарктиды практически Ну, минус 80, минус 90 зимой Ну, 90 не бывает А как на улицу выйти? Никак? Минус 80? Ну, а что что? Если надо будет, то выйдешь Ну, как правило, в такую погоду не выходит Как думаете, сколько получают зарплату полярники? Ну, сейчас пообщались с Сергеем Он рассказал, что у него самая топовая здесь зарплата Потому что он уже третий раз здесь И совмещает несколько должностей Это 80 тысяч рублей А так те, кто первый раз, это 45-50 тысяч Представляете? Сейчас я вам покажу, как это все внутри выглядит Саша, а вот изобретатель палатки Поворачивай сюда Серьезно? Да Она все придумала А какое отношение ты к палаткам имеешь? Ну, не знаю Наверное, мы и отбирали их Ну, собственно, я их и отбирала Да? Да, выбирала, вообще, на стекло У нас есть уникальная возможность поехать в гости к другим полярникам Здравствуйте Здравствуйте Я тоже из Ижевска Здравствуйте Очень приятно Мне тоже Ну, как вам тут? Замечательно, прекрасно Вы батюшка здесь, да? Да, я Ермана Хваладий Одновременно здесь работаю еще и строителем Мы опорные, как среди И поэтому Высочется жатко, да? Да, да Первый раз здесь И это, думаю, четвертая зима Стоп-шок-тайм Окей Эта штука растет 10 тысяч лет 10 тысяч лет? Да Ребята, мох обходить По мху не ходить, она 10 тысяч лет растет По мху не ходить Как цветочки Прям Это симбиоз бодрости и гриба Обалдеть Значит так Время у вас есть 10-20 минут Это Агаты Их здесь брать нельзя поэтому мы просто их посмотрели, я вам покажу. Вот собственно агаты. Смотрите, видите какая красота. Мы заехали к братьям уругвайцам, посмотреть как у них тут быть, как они живут. Вот такие ребят доброжелательные ругаются, встречают нас, обнимают, целуют наших девчонок. О, как хорошо у вас тут, очень красиво. Пожалуйста, это наш дом. Вот так они проводят здесь время, смотрите, куком все. Привет! Привет! Это Хосе, наш кукер. Хосе. Хосе, приятно познакомиться. Спасибо. Оля! Вот столько обнимашек. Какие же они дружелюбные. Да, это наш корабль. Да, да, да. Привет! Спасибо. Биг Шиф, он парашютист, кстати, профессиональный, он военный. Десант. Десант. Он предполковник ВС Чили. Он сейчас в этой должности здесь находится? Официально здесь почти все военные тоже, но ничего такого. А вы военный? Нет. Каждый кто-то что-то приносит, но мы с Габриером, как говорится, еще поменяемся. Бусами. Да, да. Ты работаешь здесь сколько раз? Один год. Один год? Один год. Да, да. Ты любишь это? Мы приехали в десамбре 2015 года. И теперь мы вернем домой. В десамбре. У нас есть семьи? Да, конечно. Дети? Да. Дети? Дети? Да. Дети? Да. Дети? Дети? Да, да. Да, да. Я люблю Антарктида. Я люблю отношения между другими странами. Какое большое проблемо для этого места? Что для тебя? Я думаю, что самое важное проблемое это отношения между командами, между людьми и людей. Это не очень большая проблема, но это очень сложная Доброе познакомиться! Доброе познакомиться! Доброе познакомиться! Вот такая вот урагвайская станция Кстати, небольшая Вода меняется каждые 15 минут Только-только было солнце и пошел сильный снег Даже не знаю, сможем ли мы вернуться на корабль Смотрите какой сильный снег идет Но мы сейчас хотим поехать с считайцем Но мы сейчас хотим поехать с считайцем